Бьюти Тайм Большинство из присутствующих в зале наверняка уже слышали и про дробное питание, и про большое количество воды в течение дня, и про то, что нельзя наедаться на ночь. Аудитория мастер-класса Маргариты Королевой «Похудеть навсегда – легкий путь к стройности» собралась скорее, чтобы вдохновиться на новую жизнь, полную любви к себе и, как следствие, заботы о здоровье. Я стараюсь это преподнести доходчивым языком, для того, чтобы людям было понятно, без терминов сложных медицинских. Ну, кто позаботится о них? А вот когда они видят во мне союзника, человека, которому не все равно, относительно каждого из сидящих в зале, я с удовольствием с ними работаю, я вижу ответную реакцию энергетическую. Надо искать все возможности для того, чтобы здоровым образом кормить себя, сохранить свою активность, полезность делу и семье. Качество жизни зависит исключительно только от нас. Кто-то скажет, каждому из нас дано и отведено, я отчасти с этим соглашусь. Но качество жизни реально зависит от нас. Кто-то станет обузкой однажды для своих родных и близких, а кто-то будет полезным до конца дней. Своего рода откровением для аудитории стала мысль о том, что, оказывается, на пути к стройности не стоит искать союзников среди своего окружения. Именно от родных и близких чаще всего исходят невнушающие оптимизм сочувствия и различного рода провокации свернуть с пути правильного питания. Порой не хватает информации, которая позволит людям понять, принять и приложение к собственному организму действительно начать практиковать. Нет достаточного количества. Либо человек просто не ищет эту информацию. Может быть, интеллектуально не готов пока еще воспринимать. На самом деле, уже детей надо обучать. Если у нас не все сложилось, дети должны быть лучше, совершеннее, здоровее, образованнее, интеллектуальнее. Мы претендуем все быть людьми культуры, но культура питания имеет значение здесь прежде всего. Диетология – это гораздо больше, чем рекомендации на тему красивой фигуры. Сегодня это наука о качестве жизни, долголетии и даже противостоянии генетическим заболеваниям. Хорошо, что у нас диетологи-врачи. На самом деле, в Японии диетологи – это такие профессионалы в приготовлении пищи. Да, они учатся в университете. Четыре года они обучаются технологии приготовления пищи, правильному сочетанию компонентов. Мне недостаточно просто понимания, что из чего состоит, в смысле компонентов пищи. Для меня интересна геномная медицина, как управлять работой собственных генов даже при питании, для того, чтобы противостоять тем проблемам, болезням, которым, допустим, максимально предуготовлены. Либо как минимизировать проявление этих проблем. Мы можем управлять даже своими генами. Выстроить работу пищеварительной системы таким образом, чтобы противостоять любым проблемам, даже онкологическим заболеваниям, максимально поддерживая иммунитет. Действительно, болезнь сейчас очень дорого. Действительно, все меняется в жизни. Выбор нам надо делать. Рафинированные продукты. Никуда ты этого не денешься. Это порождение индустриального общества. В странах, где много долгожителей, фраза «война войной, а обед по расписанию» – это не шутка, а многовековая традиция, которая не изменяет и в наше динамичное время. Восток, насколько я наблюдаю, знаете, там все выстроено. То есть для них получить энергию, зарядиться полезной энергией – это все. То есть любое, даже очень значимое, скажем, собрание, коммуникация, прерывается, любое дело они должны принять пищу своевременно. Мне это очень нравится. У нас же как? У нас сначала дело, потом тело. Мы забываем про приемы пищи. Работа дателям не создает условий. Для нас это не приоритетно. А уж вечером все в одном флаконе, отсюда болезни и проблемы. Поэтому здесь есть чему поучиться. Французы тоже молодцы. У них питание не просто философия, а религия. Попробуй французу набери, сделай звонок. В отрезок времени сейчас туда трех. Мовит тонн. Он принимает пищу, он расслабляется, он готовится к этому. Он будет долго говорить о том, что он будет есть. Он будет смаковать то, что он заказал или закажет. Это красиво, это вкусно, это полезно, это будет все усваиваться. Мы пока еще не научились этому. Но радует, что с каждым днем увеличивается количество людей, которые становятся в итоге адептами здоровых направлений и здоровых движений, и здорового выбора продуктов. Питание для того, чтобы поддерживать свое здоровье в перспективе. Итог этой встречи можно описать одной фразой. Менять надо не только рацион и образ жизни. Прежде всего, менять надо отношение к себе. Тогда и жить станет легче, причем в прямом и переносном смысле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова